МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новины Витебской области у студии Наталья Байнарович. Витаю вас. Сегодня профессиональное свято, значаются работники социальной обороны. У Витебской области у этой сферы деяности прасует больше 5 тысяч человек. До их звернулся старшиня Витебска Абл-Ваконкам Александр Косинец. У веншаванни говорится, сфера вашей деяности связана с интересами кожного человека. Дякуючи отказным относинам до справы умению откликаться на проблему людей, якие мают потребу социальной обороны, вы заслужили аутеритеты и повагу в громадстве. Упыльнены, что профессионализм и настойливость, умение працавать с людьми дозволить паспяхово протягнуть реализацию державной социальной политики, оборонить интересы кожного человека. Амаль 12 тысяч детей в области подчас зимовых каникулу отпадшывают у школьных лагерах. Весело и текаво проводят каникулы в ушней шостой середней школы Витебска. У гэттэму понялася наш корреспондент Сятлана Макаева. С 25-го снежной школы в области первотворились у лагеры отпадшинку. Первое это оздоровление 7 дён. В сутки знаходжение одного выхованца выходятся в 18 600 рублей. Али батькам гэтта нишога не каштуе. Финансование отпадшинку дятей ведется с фонду державных и социальных страхования. На гэттэй мэттэ накерованы больше за полтора миллиарда рублёв. У зимовый лагер шостой середней школы ходят 50 дятей. При зачислении детей в школьный лагерь предпочтение в первую очередь мы отдаём детям из многодетных семей, малообеспеченных, детям, находящимся под опекой, состоящим на различных видах учёта. Очень ответственно мы подходим и подбору кадров для работы при школьном лагере. Это должны быть учителя очень творческие, инициативные, потому что каждый ребёнок в лагере должен чувствовать себя комфортно. И, саправды, только наставники с креативным мысленням могут целком захопить детей, притягнуть их в свет по интересах, зарабить их каникулы цикавыми и запоминальными. Подчас находжения у лагеря рабочие отрымали подарунки от своих шефов предприемства «Витебскводоканал», наведали доброшинную ёлку палаца для детей и молодей, отрымали шмат становших эмоций. Мы ходили на новогоднее представление, с нами проводили викторины, конкурсы рисунков, подделок. Подчас каникулы у школе не споняют деятельность уртки и спортивные секции. Як же добро можно повеселиться разом с Дедом Морозом и с неуркой подчас проведения спортланды, а до всей души поболеть за своей командой. У всех много друзей. Я сейчас в роли болельщика, но мне бы очень хотелось поучаствовать. Утольная школьная столовка двойчий у день запрашает до себе. Для детей тут продуглежено сбалансованное харшевание соками и садовиной. Батьки могут спокойно працавать. За своего сына Никиту, мать Алена Ивановна, не хвалюется так само и ведая, что тут ему комфортно. Я очень благодарна руководству школы, благодарна сотрудникам столовой за то, что мой сын хорошо досмотрен и прекрасно накормлен. Я могу спокойно работать. Неотъемная часть катпашинку гульни на свежем поветре. Дарыши на передании зимовых каникулы у областным центры залиты 39 хоккейных коробок, 10 лядовых пляцовок, створены 7 лыжных трасс. Отчинились 12 пунктов прокату зимового инвентару. Светлана Макаева, Дмитрий Котов, Новина, Витебск. И отделы адукации Витебского района организовали для их куньевую забавляльную программу с конкурсами, вандруками и подарунками. Добрачный ранешний кладился у рамках республиканской акции «Наши дети». У них ждет сказочное представление предвинской резиденции Деда Мороза «Алеша Попович спасает Новый год». Уже третий год в оздоровительном лагере «Спартаковцы» поселился Дед Мороз, который каждый год встречает детишек и вручает им свои новогодние подарки. Мне здесь очень нравятся родители добрые, хорошие. И поэтому я хочу... У меня еще есть два брата, один брат и сестра. И еще хочу передать своей родной маме привет. Очень весело, нормально. Как мама твоя зовут? Демчика Ислана Петровна. Еще недавно ничего тут не продвещало бяды. Жахары дома номер 75 на улице Центральной старанно рыхтовалися до святого. И даже не думали скандалить. Миколай Виславуха у женкой Новый год отзначили удало. А вот потом начали пить и скандалить. Причиной скандала у семьи Виславуховых стала бутылька пива, которую женка сховала от господа дома. А спочатку все ишло по стандартным сценариям. Побитый посуд, крыки, груканье дверами. А потом разгневанный муж облив женку бензином и начал погрожать инквизиции. Пиво не принесла, не обидно стало. Я ее в кладовку закрыл. Кладовка как ахнула, и она сгорела там, как парочонок. Я ее вот, зато я обгарел. Она селая даже неурезимая. А меня вот. Я под паху, под палу, за голову вывал. Агонь худка цвя роззил господа дома. Айон кинулся ратовать майомость. У вынику отрымау апеки ног першой ступени. Больш никто не потерпел. А я еще не отдал, на жахару в этом доме было значно больше. До 27 ноября 2012 года совместно с ними проживала их дочь. Силами Запольского сельского исполнительного комитета выделили квартиру в деревне Заполье. Потому как является многодетной матерью-одиночкой. То есть на воспитании находится пять детей. Дом своего дядули дети покинули свои часовые. А только вот Весловуховы, упылненные, калибдашка не переехала, ни якого пожару тут и близко не было б. Несправная цепляльная печь, проводка. Супрацовники МНС не раз заезжали у гостя до Весловуховых и отзначали, что люди живут в небезпечных умовах. За кошт сродка у Витебска райвы Канкама у доме установили аутономный пожарный оповещальник. Было прописано аж 18 мероприемств для проведения дома-отповедности с правилами пожарной безопасности. Весловуховых навыд притягивали до администрационной отказности. Однако ликвидовать порушения яны не спешалися. На пытание, чему не выконывают рекомендации ратауников, господары дома зауседы отказывали от нолького. Как? Кто будь? Кто мне поможет? На крышу лезть? Такие шифры тяжелые. Кто мне поможет? Я сама? Я сама ничего не сделаю. У вынику пожара у доме пошкоджены стены, столь и маемость. Тя первые Славуховы живут у черным отца же помешканий без окна и дверей. А опошние падеи характеризуются одним емистым выразом. Получилось неувязышко. Артур Смоляков, Дмитрий Котов. Новийный Витебский район. Святочный марафон протягивается. Калядные мероприемства у Витебска разгорнутся на традиционных пляцовках. Площа Перамоги в улице Суворова, парку Мяс Советской Армии. Во всех микрорайонах города. Свои веншования подрыхтовали установы культуры и эдукации. Шостого и сьомого студеня концертно-забавляльные программы с конкурсами и гульнями протягнутся до позднего вечера. И завешатся святочными дискотеками для молоди. Не обойдется без Деда Мороза и персонажа у народного фольклора. Организаторы заповнивают, будет весело и молоди, и людям старейшего поколения. Ждем все категории населения, поскольку и дети приходят посмотреть на праздничную украшенную елку, и родители, ну и, безусловно, потанцевать молодежь. Традиционный праздник Витебские каляды будет в парке в Золотом кольце Двина. Зимние старты и рождественские игры и забавы в парке имени Советской Армии. Молодик по улице воинов-интернационалистов подготовил игровую программу для детей. Культурно-деловой центр Первомайский для жителей микрорайона Марковщина на протяжении двух дней будет веселить всех присутствующих. Мы надеемся, что этот праздник запомнится. И на приконце информация для жахаров Витебска, Орши, Полоска и Новополоска. У ночь с 6-го на 7-го студене будет организована работа городского пассажирского транспорта. По маршрутах будут курсировать автобусы, трамваи и троллейбусы. На этом все. Я развитываюсь. Бывайте здоровы! Продолжение следует...